Каллас Репс Икс Когда все казалось ясным, первый тур обозначил определенные трения и неуверенность, прежде всего в стране партии реформ. Я думаю, что это долго будет влиять еще на разные отношения в коалиции, к сожалению. Но к 10 утра вроде бы все определились. Реформисты утверждали, что будут все как один голосовать за Сима Калласа, партия Экрепа обещала поддержку центристам, а Икс оставался с немногочисленными голосами ИРЛ и примкнувшими к ним свободниками. Но все были едины в одном. Мало кто верил, что президент страны будет сегодня избран в парламенте квалифицированным большинством голосов, по крайней мере во втором туре. В том, что в третий тур пройдет Сим Каллас, сомнений не было. Интрига заключалась в том, кто станет вторым участником третьего тура. Вчера разрыв между Аллером Иксом и Майли Срепс составил всего один голос. Результат очень существенен, ведь финалисты автоматически становятся кандидатами в президенты в коллегии выборщиков. Итак, все ждали результатов второго тура. По его итогам Аллер Икс с 21 голосом остался за бортом голосования. Каллас набрал 45 голосов и стал участником третьего тура. Да и Майли Срепс с 32 голосами также уверенно прошла в третий тур. Свои голоса центристам отдали представители консервативной народной партии. Мы не хотели, чтобы в последний круг пошли Каллас и Икс, потому что они представили бы кандидатов от коалиции. И здесь были слухи, что существует такая интрига, что в последнем раунде тогда те, которые поддерживают Икса, будут поддерживать Калласа. И Калласа могут избирать президентом уже здесь, в Риге. А мы, так как мы уже с самого начала принимали курс на то, чтобы коллеги выборщиков представить мою кандидатуру, конечно, этого не хотели. После второго тура был объявлен перерыв до 16 часов. Скорее всего, партии вновь провели эти часы в переговорах и поисках консенсуса. А политологи строили предположения и давали прогнозы на будущее. Сейчас это действительно беда для реформистов, потому что они не могли договориться, кто будет их общий кандидат. Кандидат номер один и только единственный кандидат. Сейчас у них все-таки два кандидата. Один кандидат, но здесь, в Риге, Гогу. Второй кандидат для коллеги выборщиков. Довольно трудная ситуация. И партия просто не сумела найти такого солидного решения, как поступить. А это в политике определенная строгость, строгость на своем месте. И хотя мало кто верил, что к 18 часам Эстония обретет президента, собравшиеся в зале и у телеэкранов с волнением следили за последним на сегодня подсчетом голосов. Вадим Малышкин, Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.